В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. 28 апреля впервые работники скорой помощи официально отмечают свой профессиональный праздник. О буднях скорой в репортаже нашей программы. Ненинский автономный округ в преддверии празднования Дня Победы присоединился ко всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В детско-юношеском центре лидер прошел открытый турнир по боксу. Приглашенным гостем соревнований главным судьей стал чемпион мира по этому виду спорта Денис Лебедев. Северная транспортная компания приостановила выполнение рейсов вверх по Печоре. Причиной отмены рейсов стала сложная ледовая обстановка. Как сообщает пресс-служба администрации Заполярного района, 27 апреля судно на воздушной подушке отправилось в рейс в Тошвиску, но не смогло пройти дальше Макарова. В СТК пояснили, что лед местами просел, подушка теряет скорость и фактически не может двигаться. Пассажиры, которых на борту в тот день было достаточно, отнеслись к ситуации с пониманием. Деньги за билеты им были возвращены. Северная транспортная компания продолжает выполнять рейсы в Тельвиску, Нельминос, Анди, Кую и Красная. Состояние льда пока позволяет полярнику ходить вниз по течению реки. По средам в населенные пункты Нижней Печоре выполняется рейс Наринмарского авиаотряда. Он организован на период весеннего паводка. Как отмечают в администрации Заполярного района, информацию о количестве пассажиров собирают главы муниципальных образований. Вертолет летит по маршруту, согласно принятым заявкам от главпоселений. В Ненецком округе дан старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Она приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и продлится по 9 мая. Помнит сердце, не забудет никогда. Основная цель акции – формирование патриотических ценностей, уважительного отношения к родине, ее истории и сохранения памяти о войнах, погибших при защите Отечества. Каждый, кто носит георгиевскую ленточку, оранжевый, черный цвет – символ победы, символ памяти, символ доблести. Так вот, каждый, кто носит эту ленточку, он тем самым делает связь поколений. На улицах города оранжево-черные ленты будут раздавать всем желающим. Символом памяти и данью уважения подвигу ветеранов украшают лацкан пиджака. Хватит всем. В разных регионах раздадут несколько миллионов экземпляров. Самое малое, что мы можем сделать сейчас, живя в мирное время, это помнить. Ленточка – это символ, который очень просто и легко носить каждому из нас. Акция проходит с 2005 года по инициативе РИА Новости и студенческой общины. С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно не только в России, но и за рубежом. В стране впервые официально отмечают праздник – День работников скорой медицинской помощи. Он был утвержден по инициативе президента Владимира Путина в 2020 году. До этого медики отмечали его неофициально. О тех, кто спасает жизни, пойдет речь в материале моей коллеги Натали Дуркиной. «Прежде чем выезжать на вызов, мы всегда должны проверить работосовестность батареи. Ошибка тестирования. В данном случае батарея у нас заряжена». Смена бригад скорой медицинской помощи проходит раз в 12 часов. Наличие медикаментов, оборудования, заряд батарей на аппаратах и комплектация средств мобилизации, которые помогают при различных травмах – все это должна проверить принимающая смена. На все дается 10 минут. Однако бывают случаи, когда пересменка проходит в считанные секунды. «Всегда мы работаем в определенном режиме. Ну, можем так сказать, режим аврала. Так мы работаем, естественно, согласно трудового законодательства. 12-часовая смена, 12-часовая смена рабочая. Но иногда, естественно, в зависимости от ситуации приходится и на работе задержаться, и больше. Но если брать период пандемии, то действительно были такие моменты, что мы работали сверх вот этих часов. Ну, это нормально для скорой медицинской помощи. Мы так-то, в принципе, все к этому привыкшие». Автопарк насчитывает семь машин скорой медицинской помощи. Они оснащены всем необходимым оборудованием. Общепрофильная, реанимационная, травматологическая, токсикологическая, родовая, укладки. Дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких. Кардиомонитор, кислородное оборудование. Вызов бригады поступает на пульт диспетчерскую. Уже там специалисты проводят первичную сортировку. В первую очередь медицинская сестра выбирает жизнеугрожающие состояния и отправляет бригаду. «Сложность в чем? Сложность в том, что вызовы поступают непоследовательно, а в определенный период суток или в определенный период недели они могут поступать одновременно в большом количестве. Ну и вот в этом сложность работы диспетчера или медицинской сестры по приему вызовов, которая должна ориентироваться и в первую очередь, естественно, отправить на вызов бригаду там, где действительно жизнеугрожающее состояние у пациента. Опять же, это со слов пациента». Ежедневно на ПО заступает три бригады скорой помощи. Одна врачебная и две фельдшерских. «Минуты бывает не хватает, двух минут не хватает. Пока мы, допустим, пытаемся разобраться с температурой 37,5-38, в это время у кого-то действительно катастрофа какая-то в организме случается, и этих минут нам может не хватить в следующий раз. Доехать, не хватит времени провести интенсивную терапию, вовремя начать ее. Поэтому, что касается вот этого времени на вызове, конечно, оно нигде не оговаривается. Если требуется и час провести с пациентом, естественно, мы проводим час». В скорой медицинской помощи работают 49 сотрудников. Из них четыре врача, 23 фельдшера, 15 водителей и медицинские сестры. «На данный момент у нас остро стоит вопрос по поводу должности врача. Нам нужно еще два врача для ежесуточной укомплектации врачебной бригады. На данный момент, к сожалению, не каждый день у нас функционирует врачебная бригада. Вынуждена заменять фельдшерская. Причина – это отсутствие жилья и низкий оклад». По регламенту, чтобы доехать до пациента с экстренным вызовом, необходимо уложиться в 20 минут. Несмотря на кадровый вопрос, в 95% случаев сотрудники оказываются на месте вовремя. В период осенне-зимний количество вызовов увеличивается, и количество вызовов детских увеличивается. Ну, количество детских составляет обычно у нас в пределах 20-25% от общего количества вызовов. А по нозологическим формам на первом месте заболевания сречно-сосудистой системы, на втором месте заболевания болезни легких, и на третьем месте идут травмы, неврологическая патология. На страже вашего здоровья 24 на 7 находятся самые оперативные сотрудники скорой помощи. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север. И в продолжении темы с профессиональным праздником сотрудников скорой помощи поздравили губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный и вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов. Глава региона вручил почетную грамоту Министерства здравоохранения фельдшеру Андрею Ларионову и благодарность федерального ведомства старшему фельдшеру Дмитрию Митину. Кроме того, губернатор отметил неоценимый вклад работников скорой помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. В этом году вы столкнулись еще с одним вызовом. Потому что именно вы приезжали первыми на помощь тех, кто заболел коронавирусом. Только потом они попадали в НОП, только потом к ним приходили уже терапевты, участковые. Но первыми приезжали вы. Это значит, что на переднем фронте борьбы с ковидом опять были вы. Большой такой коллектив водители, диспетчеры, врачи, фельдшеры. Почетной грамотой собраний депутатов Ненинского округа удостоен ветеран службы Татьяна Чернега. Благодарствует писем врач Елена Кобылина, фельдшер Анатолий Булыгин и водитель Валерий Старостин. Огромное вам спасибо. У вас сложная работа психологически, физически. Вот сейчас я лично посмотрю, как проходит тренировка спасения человека. Это физически трудозатратно. Плюс эмоционально. Хочу вам пожелать самим не попадать в такие ситуации, чтобы вы оставались только спасателями людских жизней. Кому-то, наверное, спасете с мужем, родственникам, которые волнуются за своих близких. Исполняющая обязанности руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа Елена Левина вручила почетные грамоты профильного регионального ведомства фельдшеру Роману Суровскому и врачу Игорю Тявину. Отделение скорой медицинской помощи в Ненинском округе было создано в далеком 1937 году. Сегодня в нем трудятся 59 работников, врачи, фельдшеры, диспетчеры и водители. Талант из северной глубинки. Студент Наринмарского социально-гуманитарного колледжа одержал победу в международном чемпионате профессионального мастерства Arctic Skills по компетенции физическая культура, спорт и фитнес. Василий Хатанзейский продолжит. Волейбольным мячом второкурсник Сергей Бокуев владеет в совершенстве. Уроженец поселка Выучейский всегда любил подвижные игры, поэтому поступил учиться на физрукам. Я всю жизнь занимался спортом, решил, люблю заниматься детьми, решил это все связать. В спидколледж я поступил именно на эту специальность, потому что она одна, Наринмария, и у колледжа хороший авторитет. Преподаватели сразу заметили в Сергея потенциал и стали с ним более усердно заниматься. Уже на втором курсе будущий учитель физкультуры стал показывать хорошие результаты. А совсем недавно одержал победу в международном чемпионате профессионального мастерства Arctic Skills. Arctic Skills – это международное мероприятие в рамках профи 2021. Проводилось по компетенции физическая культура, спорт и фитнес. Мероприятие проводилось в онлайн-режиме среди регионов, северных регионов. Задания на чемпионате были достаточно сложные, но благодаря богатому опыту участия в WorldSkills Сергей выступил достойно. На дальнейшее обучение студент настроен амбициозно. После окончания колледжа он собирается выдвинуть свою кандидатуру в Олимпийский резерв. Ну а пока Сергей получает образование в лучшем, на его взгляд, учебном заведении Ненецкого округа. Устроился в общежитии. Комфортные комнаты доступны для всех студентов, приехавших из отдаленных сел и других регионов. Распоряжение ребят – просторные зоны для внеурочной работы и отдыха. Кухни оборудованы всей нужной техникой. Есть даже маленькая библиотека. Во общежитии хорошо, все условия даны, комфортно на жизнь, весело, хорошо. С дисциплиной и порядком следят строго, как в общежитии, так и в колледже. Сегодня образовательное учреждение – единственный СУЗ, где готовят специалистов преподавательского и медицинского классов. Сейчас в учебном заведении готовятся к приемной кампании. Набор будет открыт по пяти специальностям. На базе девятого класса мы будем принимать на специальность физическая культура и преподавание в начальных классах. И на базе одиннадцати – это будет специальность финансы. Кроме того, у нас будут две группы на возмездной основе, то есть платные. На базе девяти классов мы будем принимать на специальность сетевое и системное администрирование. И на заочное обучение, на заочную форму обучения мы будем принимать специальность коррекционная педагогика. Чтобы стать студентом колледжа, нужна не только тяга к знаниям. Ценятся здесь такие качества, как целеустремленность и творческий подход. В колледже, кроме получения специальности, студенты, конечно, могут реализовать себя по различным направлениям. Спортивная, творческая, исследовательская деятельность, экологическая и так далее. Колледж является активным участником на мероприятиях городского, окружного, всероссийского и международного формата. Студенты достаточно креативные, любят участвовать в различных проектах и ждут в свою команду новых студентов с горящими глазами. Подробную информацию по поступлению можно узнать на официальном сайте колледжа и в приемной комиссии. Василий Хатензейский, Дмитрий Лукевич и Владислав Носкин. Телеканал «Север». В детско-юношеском центре «Лидер» прошел открытый турнир по боксу. Приглашенным гостем соревнований стал чемпион мира по этому виду спорта по версии WBA и IBF Денис Лебедев. О том, как прошло одно из самых долгожданных событий года, расскажет моя коллега Наталья Доркина. Василий Тайбарей уже пять лет занимается боксом. Юноша не первый раз участвовал в соревнованиях, поэтому волнение перед боем ему уже знакомо. Это бокс. Здесь вообще непонятно, что может произойти. И настраиваться на победу и сделать все, что нужно. Василий настолько проникся этим видом спорта, что решил связать свою жизнь с боксом и в будущем стать тренером. Его идейный вдохновитель Анатолий Визерякин. Тренер выставил на бой две пары боксеров. Надежда во всех, как получится. Все зависит от их, как они настроятся, как будут стремиться, цели, свою задачу, как поставили. Если все поставили нормально, то должны выиграть. Ну, если что-то, какие-то ошибки, значит доработаем. И опять готовиться. Это же спорт. Домашними соревнованиями Константина Ваучейского теперь уже не испугать. Юный боксер не так давно вернулся с ежегодного первенства Северо-Запада, где занял третье место. У меня есть немножко волнение. Вот так. Чуть-чуть. Сам в себя верю вообще-то. Никита Серебряков пошел на секцию бокса, когда еще был в первом классе. Уже шесть лет спортсмен оттачивает свое мастерство. Перед боем юноша внимательно слушает наставления тренера. Никита признается, несмотря на опыт, перед каждым выходом на ринг охватывает волнение. Смешанное, потому что всегда перед боем не уверенно. Потому что соперник разный может попаться. И может не фортануть, может фортануть. Выиграешь, не выиграешь. Поддержка спортсмена перед боем – главная задача тренера. Анатолий Широкий знает, какие слова и указания подобрать каждому боксеру. Получается, будет шесть пар. Из них, так, десять моих. Десять моих ребят. И так получилось, что будут работать они друг с другом. Наступать. То есть, ну, просто показательные бои устроят. Они уже работали друг с другом? Ранее, да, работали. Ну, сейчас может все поменяться. Кто-то может поменяться. То есть, другой победит может, например. Кто лучше готов. Открыть турнир по боксу пришли представители спорта. Главный судья соревнований, именитый боксер Денис Лебедев, выступил с напутственными словами в адрес участников. Я желаю участникам соревнований честных, красивых боев. Когда-то и я вот начинал в таком возрасте. Дорогие родители, верьте в своих детей. Отдавайте в спорт. Я хочу пожелать всем бойцам сегодня показать волю к победе, характер. Главное выступить без травм. Сегодня мне сказали славу и благодарности. Я хотел бы сказать славу и благодарности Денису Александровичу, Сергею Сергеевичу. Огромное спасибо Юрию Васильевичу, всему аппарату, всем, кто помогает. Потому что это труд большой команды. Ну, а самое главное, я бы хотел поблагодарить команду Федерации бокса. Вы знаете, нас так вот немного народу, но все очень сильно болеют этим делом. Делают это только на общественных началах. Мне очень приятно, что у людей горят глаза во благо развития нашей молодежи. На ринг вышли шесть пар. Первыми бились самые юные боксеры Егор Филиппов и Мирон Прокопьев. Спустя три раунда победу одержал боксер в синем углу ринга. В этом ринг победу одержал боксер в синем углу ринга. Следом шли ребята постарше. В равном бою победа присуждается боксеру в красном углу ринга Самеду Магеранову. В свою очередь единогласным решением судей следующую победу взял Константин Волучейский. Волучейский, Константин. На ринг вышли Никита Серебряков и Василий Волоско. За плечами первого 19 боев, 15 побед, второй разряд. У Василия 10 боев, 7 побед, также второй разряд. Спустя три раунда первое место у Никиты Серебрякова, боксер красного угла. В следующем бою победа была за Николаем Гусевым. Самый зрелищный бой прошел между Василием Тайбарей и Иваном Осиповым. После серии точных ударов к боксеру синего угла ринга на помощь приходит тренер. Тайбарей Василий, год рождения 2000-й. Защита и безошибочные удары приносят победу Ивану Осипову. В заключительном бою победу одержал Осипов Иван. Поздравить боксеров пришел глава региона Юрий Бездудный. Ребята тренируются, закаляются. И, наверное, слова благодарности вам говорят и их родители, которые вы... Вы, ребят, по сути, готовите к большой взрослой жизни, закаляете. Ребят, спасибо вам большое. Бои были совершенно потрясающие, зрелищные. И я хочу сказать, тот, кто сегодня не пришел и не посмотрел эти бои, пусть они об этом сожалеют. А вас с наступающим праздником Великой Победы бейтесь, закаляйтесь. Вы настоящие бойцы. Молодцы. В завершении турнира Юрий Бездудный наградил победителей и участников. Открытый турнир по боксу посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. Спортивное мероприятие организовано Федерацией бокса Ненецкого округа. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует.